На этой неделе, слава Богу, разрешился вопрос с нашей машиной. Да, она была очень чудесным образом продана, высвобождена, да, когда-то высвобождена через пророчество. И нас благословили машиной в Прибалтике, но она месяц или полтора, наверное, там продавалась, не могла продаться, чтобы мы здесь купили. И когда она там продалась, вопрос стал здесь что-то купить. И, так сказать, месяц поисков, звонков, анализа приводил к тому, что ничего подходящего не было. Но когда я увидел машину, которая вроде подходит всем требованиям, но не подходит ценой, так сказать, я ее пролистывал, искал в ценовую категорию, в которую мы можем вписаться в соответствии с теми денег и сколько доложили, чтобы можно было приобрести. И когда по телефону человек начал уступать и уступил 500, 600, 600 долларов уступил, как бы для нас знак, что можно ехать смотреть. Притом он был в другом городе, притом задатка не давали, притом ему уже были звонки, и все равно мы поехали на свой страх и риск, веря в обещания Бога, что Бог позаботится. Мы приезжаем, и даже в этот день получилось так, что у нас годовщина свадьбы. И когда Наташа увидела эти номера, говорит, очень классно, НВ или ВН, то есть Виталий плюс Наталья, две восьмерки, первые потом 95. Да, это дата, когда мы женились. То есть очень много таких знаков, знаете, номерные знаки, это уже есть знаки. И когда мы увидели этот знак, Наташа, да, она первая различила, сказала мне, я тоже принял это откровение. Да, и все, слава Богу, все благополучно, доехали, купили, и именно то, что хотели, то, что Бог приготовил, поэтому слава Богу. Те пророчества, которые были высвобождены, они исполнились, и мы довольны, потому что тот транспорт, которым я служил где-то лет 12, не знаю сколько, там 11, в миссионерстве, и церковь открывали, и по селам мы ездили, и мы на нем перевернулись, и, слава Богу, никто не пострадал, но машину, на которой добросовестно служил, ее пришлось просто в металлолом сдать, потому что она восстановлению не подлежала. Вот, и спустя 5 лет Бог дает транспорт для того, чтобы можно было ездить и служить. 6 лет уже практически, да, поэтому, слава Богу, это чудо. Аминь. Джамон и Мазарас, короче, нам Бог послал ворона с Францией, чтобы он нас обеспечивал. Да, Костя просто чисто случайно его встретил на улице, у них завязалась дружба, сейчас они поехали к нам домой, потом они едут в Киев, то есть, ну, у Кости добровольно-принудительный отпуск, потому что он все время работает, 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 и не понимает, как это отдыхать, то Бог уже людей из других стран присылает, да, чтобы он, а нам реально Бог, потому что я рассчитывала там на одну сумму, но она не пришла через то, что она пришла раньше, но я не поняла, что это за тот период, который сейчас. И я такая думаю, а, капец, вот это да. Ну, то есть, Бог обеспечил, но реально вот это откровение, что вора нам посылает, и так ни у одной меня такое, ну, Оля тогда говорила, и тоже мы с девчонками общались, так что слава Иисусу, да, это сверхъестественное. Я хочу прославить Бога за Его обеспечение. Была ситуация такая, ну, все знают, близкие люди, в особенном положении сейчас в семье, и я очень-очень хотела, чтобы была очень красивая фотосессия, но, к сожалению, в мире этом все очень красивое, оно стоит, в принципе, как-то недешево. И Господь так повернул ситуацию, я проговаривала близким людям об том, что очень хочу классную фотосессию, но хорошего фотографа взять, это дорого, очень. И получается так, что в нашем кругу есть тоже мама в декрете, которая классный из фотоаппарата, она нам сделала такую фотосессию. Ну, это просто было благословение Господа Бога. И сюрприз, я очень люблю лошадей. Мы были в лесу, и, ну, нормальный человек, который, может быть, воспринимает все, ну, хорошо, или плохо, подумает, ну, как это лошади посреди леса, потому что я очень люблю лошадей, Господь просто на фотосессии подарил нам лошади, которые оказались просто посреди леса, и на фотосессии еще класснее оказалось. И понятно, что, ну, готовясь к определенному моменту, ты еще не все понимаешь, что надо. Так получается, что мы участвовали в определенном там конкурсе Момофест, и по результатам этого конкурса Господь благословляет слингом. Ну, вот так вот, подарок с небес, за который я очень благодарна. И, слава Богу, ну, вот сейчас так ситуация получается, что уже пора бы отдыхать, но я очень расстраивалась, потому что как-то морально не была к этому готова. И должна прийти девочка на стажировку, и, ну, ко мне как-то надо было передавать дела и идти. Но Господь знает, что сейчас надо особенно подготовиться и финансово. И ситуация разрешается так, что меня еще продлевает, и, слава Богу, это финансово благословляет. Ну, и пока есть занятость и физическая, и, слава Богу, финансово благословение. Слава Богу. Я хочу выразить очень большую, как бы, хвалу и славу Господу за то, что Он подарил нам отдых. И действительно, это Он, потому что слезы наворачиваются. Сколько лет я мечтала, хотелось много всего увидеть и познать. И как это там на соленом море можно полежать, и это не тонуть. Как это горячий источник. Я очень люблю дельфинов, так мне хотелось их увидеть. И это все в одном было. Господь хранил в дороге. Никто не заболел. Все были веселые. Попали мы в дельфинарии. Видела этих дельфинов и восхищалась ними, какие они умные. Что вот эта рыба умнее бывает человека. Послушные. Ну, просто они прекрасные. Побывали на озере соленым. Просто лежала я, не тонула. Я боялась плавать, но я немножко уже научилась, ориентируясь в воде. И это тоже я просила, Дух Святой, помоги мне это. На горячем источнике попарились. Это тоже слава Ему. Еще были моменты, что там было плохо с мамой, молилась. Лидочке звонила. И на второй день ей уже стало лучше. Она просто поднялась и была в движении. И вот спасибо тебе, Иисус. Здравствуйте, церковь. У меня на этой неделе такое что-то странное было. Первое приснился сон. Скорая, врачи, болело очень сильно горло. Ну, я просыпаюсь с таким потом, думаю, ну, все, ну, что такое, сама не поняла. А потом через время понимаю, что у меня гланды начинают болеть. А через время горло. Я начала молиться. Ночь была такая, очень сильная такая, ну, очень пекло горло. Ну, я молилась, а Бог как раз дал вечером, чтобы мне никто не мешал. Я с ним говорила, молилась. И так, ну, ложусь спать, но все равно такая боль в горле. Ну, все, думаю. Ладно, пойду что-то найду выпить, чтобы, ну, хоть какая-то боль прошла. Открываю, там ничего нет. Думаю, наверное, надо поверить. Я поверила реально, встала на другой день. Слава Богу, горло сейчас не болит. Все исцелилось. Еще маму надо поздравлять на день рождения. Так что все хорошо. Еще спасибо Господу за то, что он благословляет деньгами. А то у меня на работе, ну, по моей работе ломается. Ну, Бог все равно дает деньги и еще сверх. Еще у меня одно такое, ну, что, не знаю, думаю, ну, забыла. А то совсем, ну, думаю, не буду говорить. Ну, что-то такое, что, ну, хочется сказать. Я хотела очень купить себе украшение. Ну, давно уже мечтала про это. А то так лечу быстро, чтобы успеть по делам. И вот оно попадается, то украшение. И смотрю, денег, ну, в принципе, не хватает. Оно уже запечатывает все. И тут смотрю еще раз, а Бог, получается, умножает деньги. И это для меня вообще такой шок был. Я, мне было только интересно, как это Бог умножает деньги. Ну, Он мне и показал. Так что спасибо Ему, круто. Слава Ему. Слава Богу. Здравствуйте. Об устройстве. Бог так уникально все сделал. Просто мы все живем в частном доме. Получилось снять в хорошем доме. Как-то видел, уже поняли, что он того стоит и классно. И там есть такая печка недоделанная. Просто бывшие люди ее просто убили. Видите, там, ну, свидетели, как мы чистили ее. Там просто ужас. И нужно бы ее как-то замазать. Я, в принципе, с этим не связан особо. Не знаю, как это делать. Ну, звонок на работе. Звонок жены. Говорит, ну, пора как бы что-то уже сделать. Время же идет. Я понимаю, что пора. Ну, как, не знаю. Ну, помолился. Остался как раз на работе один. Какой период. Ну, отдал там время Богу. И начало движение. То есть, прихожу домой. Все, назначил день, когда я это все сделаю. По деньгам вроде как все хватает. Ну, а хотя приезжаю же в эпицентр. Понимаю, что уже не хватает. И тут, ну, пацанам посмотрел. И тут звонок друга, как говорится. Говорит, все нормально. Ты можешь чуть меньше там, короче, сделать. То есть, ну, как бы все вовремя. Так Бог устраивал. Ну, прежде этой поездки вечером просто сел в интернет. И думаю, нужно глина. Дальше думаю, ну, как-то там один мастер-печник рассказал, что есть определенная смесь. А потом тот же самый мастер мне сказал, что она не подходит. Я в таком шоке думаю, что же мне делать. Я же уже еду покупать ее, в принципе. Ну, в принципе, все, думаю, искать глину. Все в интернет. Глина есть в Бердянске, в Харкове, где хочешь. Короче, только не в Черкассах. Хоть иди в лесу копай. Знакомому звоню. Мне говорят, ну, мы не знаем, где шо. Ну, в принципе, я не знаю. Короче, звоню в эпицентр. Думаю, ну, как-то будем с ней пришла позвонить все-таки. Узнал номер телефона городской, позвонил. И они говорят, вы знаете, то есть шамотки нет. Я понял, что шамотная глина очень хорошая. Но ее там не оказалось. Говорят, ну, буквально часа три назад пришла неупорная глина к нам. То есть, как бы, позвонил вечером, думаю, буквально 13 часа назад. Класс, это значит, ну, все, слава Богу, устроилось. Я приехал покупать эту глину. Читаю эту глину, она не подходит. В общем, ну, такая картина, что Бог как бы устроил, там, как бы, путанина только делать, чтобы я просто не совершил то, что я должен был совершить. И потом уже, когда я подхожу к тому же смеси, о которой мне первоначально говорили, я читаю, ну, вот же, ну, как бы, ну, что-то печник мне рассказывает, то так, то не так. Я подхожу к одному, третьему, я взял несколько людей по магазину, они подтвердили мне, что это все нормально. Переехал домой, слава Богу, все хорошо, все держится, так что, слава Богу, устроил. Я когда-то фотоаппарат вот для церкви выбирал, и в интернете месяц, наверное, искал модель, и уже знал модели, но в руках не держал, знаете, вот через картинки. Но форумы прочитал, характеристики знал, хорошие, плохие качества. Подхожу в магазин к такому вот менеджеру, и женщина такая подходит, вам подсказать? Да, подскажите. Вот выбираю между двумя моделями, какая из них лучше? Ну, вот эта лучше. Странно, думаю, я читал про нее чуть-чуть не то. А чем же она лучше? Ну, она мне больше нравится. Так что, слушайте, да. Слушайте менеджеров, но делайте правильный выбор, да. Слушайте менеджеров, но делайте правильный выбор, да. Слушайте менеджеры, но делайте правильный выбор, да.